Встречайте, Денис Вайнер. Добрый день, коллеги. Я представляю компанию Schneider Electric, подразделение, которое официально у нас называется Q-Power. Вы его знаете скорее по аббревиатуре APC, American Power Conversion, компанию, которую Schneider приобрел достаточно много лет назад. И мы как раз отвечаем в Schneider Electric за большую часть того, что является неотъемлемой частью ЦОДов. И сегодня я не буду рассказывать практически про наше оборудование. Я хотел бы рассказать то, как сегодня Schneider Electric смотрит на ЦОДы сегодня и то, куда движутся ЦОДы в ближайшее время, чтобы вы, когда вы планируете свои какие-то действия, строительство новых ЦОДов, модернизацию текущих, могли ориентироваться в том числе на то, куда движутся другие страны мира, не только Центрально-Азиатского региона, но и опыт европейских и прочих стран. Собственно, для того, чтобы говорить о будущем, иногда полезно вспомнить о прошлом. За последние 200 лет наш мир прошел через 4 технологические революции. От индустрии 1.0, в тот момент фактически, когда началась базовая механизация, ВАД изобрел паровую машину, до современной индустрии 4.0, индустрии цифровой. И все эти изменения были всегда напрямую связаны с электричеством. Почему я хочу уделить электричеству такое большое внимание? Не только потому, что Schneider Electric – это, в первую очередь, компания, которая производит практически все, что связано с электричеством, от розеток до больших трансформаторных подстанций, а и потому, что электричество является неотъемлемой частью технического прогресса. И мы можем на протяжении истории видеть, как изменения технологические в электричестве способствовали, либо были просто неотъемлемой частью изменения того, как менялся наш мир, изменению индустриальному. Собственно, и сегодня мы с вами в цифровом мире. Цифровой мир привел к тому, что нам требуется все больше дата-центров, центров обработки данных. По анализу различных агентств на сегодняшний день мы видим уже несколько лет продолжающийся и только растущий поток данных, которые необходимо обрабатывать. Их необходимо сначала собирать, потом обрабатывать, потом еще и где-то хранить. И это потоки данных классические, к которым мы привыкли. Это новые относительно потоки данных от устройств интернета вещей. Это большие данные. И это относительно совсем новые на рынке данные от систем искусственного интеллекта. Как результат, мы видим, что на сегодняшний день уже строительство дата-центров находится на высочайшем уровне в истории. К 2024 году мы ожидаем, что в мире будет построено больше тысячи гипермасштабных дата-центров. Гипермасштабным дата-центром мы в индустрии относим дата-центры на несколько тысяч стойко-мест. В этом году мы зафиксировали общий рекорд строительства по объемам, если измерять объем строительства в дата-центрах в мегаваттах потребляемой мощности. Высочайший за всю историю уровень потребления электроэнергии дата-центрами. И самый высокий за, опять же, всю историю объем инвестиций, которые в 2022 году различные инвесторы в дата-центры вкладывали. И в 2023 году мы видим продолжение этих тенденций. Как следствие, мы видим, что с одной стороны цифровизация строит наше с вами умное будущее. Это умные дома, умные здания, умные производства, умные города. С другой стороны, для того, чтобы это будущее построить, нам нужны дата-центры, которые, можно сказать, стали сердцем сегодняшнего цифрового мира. При этом изменяющаяся инфраструктура данных, изменяющаяся инфраструктура того, как мы данные получаем, как мы их обрабатываем и как мы их храним, приводит к тому, что сегодня весь мир постепенно отказывается от единой архитектуры центров обработки данных, от работы только в больших облаках, либо в больших дата-центрах. И приходит к тому, что архитектура центров обработки данных становится гибридной на уровне центральных узлов, на уровне региональных узлов, на уровне локальных узлов. Чем-то это напоминает, для тех, кто работал в связи, напоминает в какой-то степени структуру оператора связи. У вас есть ядро, у вас есть узлы агрегации, у вас есть узлы доступа. Основное отличие от классических архитектур операторских в том, что в случае дата-центров мы имеем схему, в которой каждый общается с каждым, а не строго иерархическую структуру. При этом рост периферийных вычислений, то есть тех вычислений, которые происходят не в центральном дата-центре, а как раз на уровне доступа идет лавинообразно. И к 1942 году мы, и мы, и мировые эксперты ожидают, что периферийные узлы обработки данных будут потреблять уже на 50% больше энергии, чем большие дата-центры. К 30-му году, то есть это уже такое близкое к нам достаточно будущее, разрыв между локальным потреблением и потреблением на центральных узлах будет практически нулевым. И все это, и те задачи, которые нам с вами ставит рынок IT, приводят, как я уже говорил, к необходимости гибридной архитектуры данных. То есть основной ЦОД, региональный ЦОД, периферийные узлы. Почему так? Потому что на этих уровнях происходят разные действия. На периферийных узлах мы с вами собираем данные, на региональных узлах мы из этих данных извлекаем информацию, а в основном ЦОДе уже информация обрабатывается и превращается в знания. Самое ценное, наверное, что есть в сегодняшнем мире – это знания. Значительно большую ценность уже приобрели знания, чем все остальное. И при этом, если у вас выпадает какое-то звено в цепочке приобретения знания, то знание получается недостоверным. Именно поэтому и IT-инфраструктура, и инженерная инфраструктура, которая это IT поддерживает, становится критически важной для вашего бизнеса. Если периферийный узел на производстве отказал из-за того, что там условно сломалось расхлаждение, сервер выключился из-за перегрева, это значит, что итоговое знание корпорации о цикле производства окажется искажено. Поэтому менеджмент будет принимать неправильные решения. Иногда это какие-то минорные решения, а в каких-то ситуациях это могут быть решения губительные для бизнеса. И в качестве ответа на этот вызов мы считаем, что необходима единая стратегия развития как вычислительной среды, так и инженерной среды, которая поддерживает эти вычисления. Основные цоды – это всегда уникальная архитектура, это всегда как костюм индивидуального пошива, делается под задачу, под площадку, под конкретные нужды вашего бизнеса в данный момент времени и прогноз в этих нуждах на время эксплуатации этого центра обработки данных. На региональном уровне мы считаем, что необходимо использовать стандартизованные, но адаптивные решения, различные контейнерные цоды в качестве премьера, сейчас популярные в мире становятся, это не только у нас эти решения, это решения ROADC, а периферийные узлы – это всегда стандартизованная архитектура двух, трех, четырех типов в зависимости от типа периферийного узла, которая единая всегда в всей компании. При этом это позволяет еще и централизовывать управление этой инфраструктурой, централизовывать ваш штат инженерный, сокращать операционные расходы. При этом надо отдать должное, что индустрия ЦОД за сто с лишним лет, а первыми центрами обработки данных можно считать древние коммутаторы, еще шаговые коммутаторы АТС, многие это помнят, я думаю. Многие, кто выросли из этой отрасли, хорошо понимают, что мы до сих пор где-то живем в этом наследии, несмотря на что 48-вольтовое питание на оборудовании телекоммуникационном взялось не случайно. Это все наследство когда-то аналоговых АТС, но все равно мы прошли гигантский путь. Достаточно посмотреть на фотографии, как это выглядело раньше, как это выглядело сейчас. Но нам надо смотреть все-таки еще и в будущее. И на сегодня мы в компании Schneider Electric считаем, что в будущем дата-центры будут опираться на четыре наиболее важных опоры. Это устойчивое развитие. Тема устойчивого развития становится одной из основных в бизнес-сообществе всего мира и постепенно становится все более и более актуальной в Центральной Азии в целом и в Узбекистане в частности. То есть эффективность, адаптивность и надежность, которая сегодня для дата-центров является параметром номер один, о чем только что говорил в том числе и UpTime Institute, она все равно будет сохранять, естественно, свою актуальность. Мы вместе с рядом аналитических агентств провели исследование по тому, как сегодня существующие операторы дата-центров, пользователи дата-центров относятся к каждому из этих параметров и насколько они уже сегодня продвинулись в своих решениях. И мы хорошо видим, что если разрыв в надежности между глобальными интернет-гигантами, которые лидируют во всех четырех сферах, от корпоративных цодов, которые в плане надежности по оценкам уступают, относительно небольшой, то по таким параметрам, как адаптивность, практически никто еще из мировых игроков не сделал каких-то решающих рывков. В устойчивом развитии лидируют интернет-гиганты, потому что на них наиболее пристальное внимание как рынка, так и есть же инвесторов. Эффективность, опять же, у гигантов выше, чем у обычных кола, либо у корпоративных цодов. Но все эти игроки, и вы тоже, все вы относитесь к одному из этих сегментов, должны уже сегодня задумываться над тем, как им улучшать свою деятельность, улучшать свои дата-центры по одному из этих параметров. Чуть-чуть более подробно по каждому. Устойчивое развитие, сам термин достаточно, sustainability при переводе на русский, как устойчивое развитие, перевод получается не совсем корректный, потому что вроде бы как устойчивое, то есть что-то статичное, а развитие это что-то движущееся. Но мы понимаем, что под этим термином и в русском языке мы в первую очередь подразумеваем необходимость сегодня развиваться, сегодня достигать тех целей, которые ставит бизнес либо государство перед различными рыночными игроками, но делать это так, чтобы не ставить под угрозу будущее и будущее новых поколений, не только наше будущее, будущее наших детей, будущее наших внуков. Эффективность – это не только эффективность потребления электроэнергии, это эффективность и с точки зрения занимаемой земли, это оптимизация операционных расходов, это оптимизация процессов, это оптимизация цифровых услуг, это то, где капитал, где вы можете экономить свои затраты. Адаптивность – это то, что появилось на, скажем, столе именно совсем в актуальном виде во время ковида, когда многие дата-центры по миру столкнулись с невозможностью в текущем периоде либо обслуживаться, потому что нету бригад, и невозможно сменить дежурную бригаду, потому что ездить нельзя по городу, либо что-то недоступно, поэтому очень много новых проектов, опять же, мы видим мира, они заранее готовятся к тому, чтобы этот дата-центр был изначально расширяемый, так, чтобы он был совместим с IT-системами следующих поколений, при этом без потери в текущем качестве в сегодняшнем и без изменения затрат сегодняшних. Понятно, что можно построить дата-центр под будущие IT-системы, но если он у вас, пока IT-система появится, пять лет будет стоять там загруженный на 20%, то эффективность очень сильно упадет. Ну и последнее, это надежность, это надежность электропитания, это надежность за счет удаленного управления, это повышение кибербезопасности, об этом многие забывают. Хочу подчеркнуть, что атака на центр обработки данных с точки зрения инженерной инфраструктуры, то есть удаленное выведение из строя, например, системы охлаждения маш-залов, приведет к потерям не меньшим, а скорее даже большим, чем хакерская атака на отдельные сервера, находившиеся в этом машинном зале. Что делает Шнайдер? Сегодня концепция электричества 4.0, с нашей точки зрения позволяет уже сегодня либо уже достигать, либо приближаться к созданию современных дата-центров, которые отвечают вызовам с точки зрения устойчивого развития, которые оптимизированы по уровням расхода и электричества, и воды. И мы для этого, мы единственный вендор на рынке, который может, в принципе, говорить о том, что на нас можно построить практически весь дата-центр. Единственное, чего нет у Шнайдера из основных систем, центров обработки данных сегодняшних, это дизель-генераторов. Шнайдер не занимается генерацией ни в каком виде. Все остальные основные системы, начиная с трансформаторов высокого напряжения, заканчивая распределением питания, источниками бесперебойного питания, охлаждением, стоечные системы, системы безопасности. Все это у нас есть. Более того, мы все это объединяем сегодня благодаря наличию в компании множества различных цифровых инструментов. За последние годы Шнайдер активно приобретал различные компании в мире, которые занимаются цифровизацией не только цодов, но и энергетики, цифровизации и автоматизации производств, цифровизации и автоматизации зданий и сооружений. Все это может быть и должно объединяться в единые экосистемы, позволяющие делать цифровые цоды, начиная от проектирования, создания цифровых двойников, BIM-проектирования и так далее. Дальше специальные системы, которые позволяют цифровизировать строительный цикл цодов и управлять строительством. И дальше специальные системы, которые позволяют оптимизировать уже в процессе эксплуатации эксплуатационные расходы, ресурсы, энергопотребление. Поэтому в качестве краткого summary того, о чем я говорил, цифровая трансформация ускоряется. Вы это, я думаю, очень хорошо видите в Узбекистане. Узбекистан за последние три года сделал гигантский рывок в сторону цифровой трансформации и на государственном, и на частном уровне. И это радует. Цифровая трансформация должна поддерживаться строительством дата-центров. Без этого она упирается в пороги, что те данные, которые входят в цифровую трансформацию, создаются, не могут нормально обрабатываться. Мы, как мировой производитель, обладаем достаточной, наверное, одной из лучших на рынке экспертиз в области цифровизации в целом и тем более цифровизации прикладной в области инженерных систем, связанных с цифровизацией. И можем быть вашим надежным партнером на пути этих преобразований и вместе с вами сформировать ваше будущее, ваше видение и построить ваши центры данного будущего. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, я здесь, я здесь сегодня, я здесь завтра, не будем задерживать по регламенту, тем более организаторы сказали про ужин. Все его, я думаю, тоже ждут. Спасибо большое.